В чем отличие рубрика? То есть я именно подчеркиваю, в чем отличие? В чем отличие от чего? То, от того, что существует. Вот я сейчас вам нарисую, вот так вот. Вот это вот, это много-много всего того, что есть сейчас минуту, ребята, одну минуту. Это много-много того, что существует на рынке, что есть на рынке. То есть на рынке есть компания M-Goldex, на рынке есть компания iFlame, на рынке есть интернет-магазины, на рынке есть инвестиции. Что нам предлагает хайп? Хайп есть на рынке. Что еще на рынке? Есть касса взаимопомощи, да, касса взаимопомощи. Что есть на рынке? Да, на рынке вот сейчас, сейчас активно идет продвижение так называемой честной игры, да, казаки-разбойники. Казаки-разбойники. Кстати, по поводу казаков-разбойников, сразу же говорю, ребята, значит, мы не участвуем в казаках-разбойниках, я сразу вам освещу просто новости. И не собирались участвовать, просто вели переговоры с Рубеном. Действительно, это очень активный человек, очень уважаю его и активную жизненную позицию вообще. Но у нас были разговоры в ином ключе в плане взаимовыгодного сотрудничества. Пока переговоры в стадии продолжения, но непосредственно в вот этой программе, в этой игре казаки-разбойника я лично не участвую и вам не советую. Почему? Ну, потому что просто не советую. Все, а вы сами там принимаете решение. Хотите рискнуть, рискните. Не хотите рисковать, не рискуйте. Вот я лично не иду. Почему? Не потому что я руководитель проекта Рублин. Я участвую в других проектах, есть у меня проекты, в которых я участвую, но я туда не иду. Заходите, чтобы я объяснил? Объясню, почему я туда не иду. Дальше. То есть огромное количество предложений на рынке, вот всякие-всякие, жилищные компании, программы, автомобильные программы, ЛРы, сотовые компании. Очень-очень много всего. Вот все это здесь имеет место быть. В чем отличие наше от других? Вот все то, что вот здесь есть, а здесь что есть? Есть услуги, есть продукты, есть инвестиционные направления, есть такие азартные, скажем так, игрушки для азартных людей, где вы можете все потерять, ничего не имея. Много предложений, просто глаза разбегаются. И главное, что все гарантируют, все что-то обещают. Так вот мы все это, вот все это, ну не в прямом смысле, что здесь у нас Арифлейм будет, там и Голдерстан, допустим, или Казаки-разбойники, или Хайпы, или инвестиции какие-то. Не то, что вот все эти здесь, но вот все то, в чем вы участвуете и зачастую теряете деньги, я не говорю, что везде. В том же Арифлейм Кенде, что можно потерять? Ну ничего, приобрели продукт, все, купили продукт, там получаете дистрибьюторское вознаграждение. Продаете продукт, получаете вознаграждение и так далее, и так далее. Это все хорошо, все замечательно. Только никто не делал такого, чтобы все вот это объединить единым маркетинг-планом, единой бонусной системой, единая система. Вот система вознаграждения здесь единая. И в этой системе мы предлагаем вам все. Но это все, если сказать простым, понятным языком, дешевле, вот дешевле того, что вы здесь бы приобрели, как минимум в два раза. Скажите, вам это может быть интересно? Чем отличается? Отличается принципиально всем. Вот просто всем. В принципе отличается всем. Такого никто никогда не делал. Нет такого. Мне вот там говорят, там система, значит сейчас, это, и Доша появилась, система, магазин, первый магазин в этом Санкт-Петербурге. Теперь, значит, система, как, господи, сейчас скажу вам, ценобой, система ценобой. Там, говорит, то же самое, там даже и рядом такого нет. Вот даже рядышком нет такого. А теперь, то есть я вам объяснил, что это, по поводу ответа на вопрос, что ни лохотрон, ни что еще, вот это все является потребительским обществом. С 7-го числа мы получаем официальные документы из налоговой инспекции, отдали их 4 дня тому назад. Завтра 5-й день. Думали, вообще 5 дней срок, но они сказали, что мы не получим 30-го числа, получим по 10-го числа. С 7-го числа мы получаем документы, и то, что я говорил, сегодня будут новости, сегодня не будут новости. Сегодня мы с вами в режиме такого диалога пообщаемся немножко, чуть-чуть. Я вам кое-что покажу. Предложу, я вам кое-что предложу, а вы проголосуете еще, да или нет? Да, проголосуете, хотя мы все равно нечто подобное будем допускать. Итак, проект Рублик. Это потребительское общество, в котором вы будете как участники, как партнеры, как кто-то будет соучредителем, кто-то будет пайщиком, дольщиком и так далее, и так далее. Каждый выберет свою нишу, но вступительный взнос потребительского общества, это юридический термин, вступительный взнос равен 500 рублям. 500 рублей, вот, 500 рублей. Это ваш вступительный взнос. И эти вступительные взносы, согласно устава и положениям потребительского общества, распределяются сразу же между участниками. То есть, заметьте, деньги не уходят в компанию, на счетах компании не аккумулируются, они мгновенно переходят от человека к человеку. То есть, вступительный взнос распределяется между партнерами. Это поощрение за то, что вы развиваете потребительское общество. Это поощрение за то, что вы развиваете потребительское общество. И согласно вашей активности, вы можете зарабатывать на этой информации огромные деньги. За два месяца полностью официально, 28 февраля мы стартовали, неделя была тестирована, ну, почти два месяца, без одной недели. Некоторые наши партнеры заработали по 30 тысяч, по 50, по 100, по 100, рекорд, по-моему, 180 тысяч. При вложении 500 рублей за активную свою работу заработали вы, ну, не в 1000, а в 500 раз, почти в 500, 400 раз больше. Не на 40%, а в 400 раз больше. И это не халява, это их работа. И они с этой работой справляются. И вы можете то же самое сделать. А почему люди сюда пойдут? По одной простой причине, они увидят выгоду. Вот пока нет выгоды, я не могу вам сейчас сказать, что вы зайдете в наш интернет-магазин, там купите товары, которые дешевле на 30%, на 50%, на 100% дешевле того, что вы увидите аналоги где-то в любых местах. То есть товар стоит 500 рублей, а у нас 250. Товар стоит 300 рублей, а у нас 200 рублей. Товар стоит 400 рублей, а у нас 300. Скажите, вы увидите выгоду в этом? Вот просто для себя ответьте, выгода есть? Вы просто член потребительского кооператива. Не кооператив, а потребительское общество. Кооператив – это другое. Вы увидите свою выгоду. Вот тогда приглашать людей будет просто, это тогда будет просто. Но для тех, кто построит огромную структуру, в этот момент они зарабатывают уже просто невероятно сумасшедшие деньги. И это не просто мотивация. Это факты, посчитайте. Это не голое рассуждение, что мы планируем что-то создать. Интернет-магазин уже создан, все. С завтрашнего дня начинается заливка, уже подготовка к заливке всех материалов. И сейчас еще у нас неделя впереди, для того, чтобы еще много-много чего подготовить, чтобы потом все это разом все залить. Часть информации будет скрыта. Она будет залита уже на сайте, но она будет скрыта. Это будет то, что мы будем поэтапно выдавать. Для того, чтобы непрерывно были фишки, непрерывно была мотивация к действию. Это будут фантики, а внутри будет конфетка. А точнее будет конфетка и будет обернута в очень красивый фантик. И конфета, поверьте мне, будет невероятно вкусная. Для тех, кто сегодня действует, они ждут, когда наступит этот момент. Кто-то не уверен, кто-то сомневается, ребята, не переубеждайте. Они придут, придут позже. Но сегодня надо не просто прийти, а быть активным. Итак, вот это я вам показал, что, как сказать, выгоды, фермерные выгоды, которые вы получите. Для, для гостей, элементы нашего бонусного маркетинга плана. Я буду говорить быстро.